Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре. Как хорошо меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите меня хорошо. Прекрасно. Ну что ж, коллеги, мы начинаем новую неделю вебинаров, предпоследнюю неделю наших вебинаров. У нас по нашему плану осталось не так много. Три вебинара, сегодняшние и еще два. Как всегда, хочу напомнить, что в начале чата, если вы отмотаете его к самому началу, то вы можете увидеть расписание оставшихся наших вебинаров. Остался у нас только месяц июнь. На ближайшие вебинары вы можете подписаться, зарегистрироваться. Записи всех вебинаров вы можете посмотреть на нашем видеоканале в YouTube. Это вторая наша ссылка в чате. Сегодняшнюю презентацию вы можете скачать в разделе «Ресурсы». Окно «Ресурсы» вы можете открыть, посмотрите, вот сюда. Здесь есть кнопочка с изображением открывающейся папки, желтой. Если вы на нее нажмете, то увидите окно «Ресурсы». В окне «Ресурсы» есть строка с изображением дискетки. Нажав на эту дискетку, вы сможете скачать сегодняшнюю презентацию. Все, кто примет участие в сегодняшнем вебинаре, получат по почте уведомление о том, что вы можете скачать электронный именной сертификат. Вам надо будет пройти по ссылке, зайти на наш портал, и там вы увидите ссылку на скачку. Единственное, что может быть небольшая задержка в течение нескольких дней. У нас сейчас небольшая проблема с человеком, который осуществляет рассылку сертификатов, так что может быть какая-то небольшая задержка. Следующий наш вебинар состоится... Давайте я дам информацию о наших следующих вебинарах. Последние два наших вебинара состоятся... 8 и 14 числа. Давайте я вот прямо так вам их дам. Без расшифровки. Это вебинар завтрашний, который проведет Леонид Сурис. Он будет посвящен военной истории в тематических коллекциях Директ Медиа. И последний вебинар 14 числа прочтет Дмитрий Кречман. Он будет посвящен вопросу электронного портфолио. Электронное портфолио, которое формируется само. Вот на эти вебинары я вас приглашаю. А сейчас я хотел бы предоставить слово сегодняшнему спикеру Наталье Башковой для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно вас видеть, как участников нашего вебинара. Тема нашей сегодняшней беседы – классика науки в коллекциях ЭБС Библиошкола. Ресурсы дополнительной литературы и самообразования. Говорить мы будем о науках как естественных, так и гуманитарных. Библиошкола уже по названию своему – это электронно-библиотечная система, предназначенная для школ. Школа, как мы понимаем, это целый мир. И мы, сотрудники издательства, понимаем школу максимально широко во всех ее трех сферах – ученики, их родители и учителя. Эти три важных сферы, каждая из которых достойна на самом деле отдельных разработок и даже самостоятельных сайтов, у нас же ресурс единый. И он призван охватить все эти три сферы. А значит, он стремится быть максимально широким, многогранным. И наши разработки идут сразу по всем этим трем направлениям. В таком подходе есть свои большие плюсы, преимущества, прежде всего для вас, как пользователей сайта. Время жизни школьника можно условно разделить на две части. Это время, которое он проводит на занятиях в школе, то есть это, собственно, учебная деятельность и внеклассная деятельность, организуемая учителем. А также внешкольная жизнь, условно свободное время, прогулки, игры, занимательный досуг. У многих ребят имеются дополнительные занятия в специализированных школах, кружках, музыкальных, художественных, астрономических и так далее уже по интересам. И в соответствии с этими потребностями наш ресурс предлагает как сугубо учебную, учебно-методическую литературу, которая необходима непосредственно в школе и ученику, и учителю, так и большой массив дополнительной литературы и книг для самообразования. Эта литература дополняет учебный процесс, углубляет знания детей и взрослых. Она направлена на развитие их творческих способностей, воображений, интеллектуальных, нравственных качеств. Дополнительная литература может быть полезна учителям, как руководителям, организаторам внеклассной, внеучебной деятельности детей. На нашем ресурсе учителя найдут много полезных книг, которые помогут им содержательно, познавательно наполнить свободное время детей, направить и развить их интересы и увлечения, а также организовать интересные мероприятия. Прежде всего, в последней строке этой таблицы обозначены некоторые из разделов нашей библиотеки, которые хочется посоветовать. Прежде всего, это внеклассная работа, раздел педагогика и специальный раздел творчества, досуг, занимательные игры. Если вы являетесь педагогом специализированной школы, то также на нашем портале можно найти много литературы, которая будет касаться уже вот таких специальных областей, более углубленных. Это, например, история мировой культуры, великие музеи мира, музыка. Причем здесь вы встретите не только, собственно, книжные издания, но и альбомы очень богатые, иллюстрированные. Это и, например, уникальные нотные издания, но вот о них мы еще поговорим подробнее, я покажу это все. И также еще большой массив книг на нашем сайте – это литература, предназначенная для самообразования. Если в первых двух случаях центрально выступает личность учителя, педагога, то здесь, вот в этой сфере самообразования, центральность становится, конечно, главным организатором сам человек, его интересы, увлечения, желания, будь это ученик или уже взрослый. То есть он сам выбирает ту научную дисциплину, литературу, которую он будет искать для чтения и изучения. Вот здесь я обозначила, что все разделы нашего каталога. Ну, действительно, дело в том, что поскольку у нас ресурс такой вот универсальный, такой вот достаточно обобщенный, то если вы зайдете, например, в каталоге, в раздел «Естественные науки», например, «Физика» или «Биология», то в этом разделе вы увидите сразу литературу и учебную, ну, учебные учебники, учебные пособия, так и литературу дополнительную. То есть это могут быть монографии, сборники статей, альбомы там и так далее. Также на нашем сайте есть специальные сервисы, очень удобные. Это тематические коллекции, о них мы сегодня поговорим подробно, и обучающие мультимедиа, куда входят аудиокниги и карты. Обратите внимание, пожалуйста, замечательный наш сервис «Карты». Там представлены как старинные атласы в цвете, в хорошем разрешении, так и современные карты. Об аудиокнигах вы уже слушали семинар. Леонид Михайлович рассказывал об аудиокнигах отдельно. Но прежде чем перейти к, собственно, таким уже практическим вопросам и характеристики конкретных разделов и книг на нашем ресурсе, хочу акцентировать ваше внимание на значимости самой той проблемы, которая вынесена в название нашего сегодняшнего вебинара, а именно на значимости самообразования в жизни человека. Этот вопрос актуален как во время учёбы в школе или в УЗИ, так и по-настоящему он касается всей жизни человека. Конечно, мы с вами, будучи приобщены к сфере образования, понимаем это наиболее глубоко, но вместе с тем это тот вопрос, о котором мы никогда не можем сказать, что сделали достаточно для его решения. Мне хочется поделиться с вами некоторыми мыслями об этом. Может быть, это пригодится и в вашей деятельности, в вашей работе. Вот интересна такая мысль, которую мы встречаем в трудах многих мыслителей, педагогов и психологов и философов, что на самом деле существует именно и прежде всего самообразование. То есть человек обучается добровольно. Он добровольно впитывает те знания, которые ему даются. И вот сколько он способен впитать, столько и получает, и имеет в своём сознании. И вот мыслители акцентируют наше внимание именно на моменте добровольности, осознанности. И вот в этом свете процесс обучения переосмысливается ими как процесс самообучения, самообразования. Что же из этого вытекает? А вот следует такой интересный вывод, что нам не следует ставить своей целью заполнить мышление ребёнка, так сказать, забить его голову знаниями, информацией, всевозможными сведениями, которых на самом деле, которые беспредельны. Это мы сейчас уже поняли в наш век информации. Действительно, знания беспредельны. И вот в этой новой ситуации особенно важно пробудить в человеке внутреннее, самостоятельное желание знания, собственное влечение к процессу познания. Есть такое замечательное русское слово – любознательность. То есть любовь к знанию. Вот если это достигнуто, тем более если с ранних лет развит вот этот познавательный интерес, это самое лучшее основание, порука тому, что человек всегда, всю жизнь будет пополнять свою базу знаний. И тогда самообразование станет бесконечным процессом. Ещё интересна такая вот мысль, что мудрые люди разделяют понятие незнания и невежества. Это такой вот важный момент, но он действительно интересный, такой вот тонкий, но интересный. Дело в том, что незнание, как оказывается, это в целом наше нормальное состояние. Мы не можем, к сожалению, знать всё. Мы хотим, мы стремимся, мы познаём, но процесс познания по природе своей очень небыстрый, последовательный. Наши знания накапливаются постепенно в течение всей жизни. И человек всегда оказывается в определённой ситуации незнания. И мы в нашем опыте повседневной жизни это хорошо чувствуем, когда что-то мы знаем чётко, ясно, а уже в другой сфере не совсем нам что-то понятно, а в третьей совсем не знаем. То есть оказывается, что в целом незнание – это нормальное состояние. Главное, чтобы внутри было вот это желание познать. И, конечно, умение найти правильные пути познания, найти соответствующие книги, найти людей, которые смогут рассказать или хотя бы дать направление для собственной мысли. По сути, весь процесс мировой культуры – это процесс преодоления нашего незнания. А другое дело – невежество. Невежество – это понятие самое отрицательное, даже, можно сказать, порочное. Это такое состояние, когда человек чего-то не знает, но при этом упорствует в своём незнании, не хочет знать и, более того, отрицает. То есть у него нет стремления разобраться, ему как бы это не надо. То есть невежество, в отличие от незнания, содержит в себе большой элемент агрессии, когда человек как бы выступает против самого знания, его необходимости. Это на самом деле страшное дело, когда человек не хочет знать. Он замыкается на своём малом знании, упорствует в нём, а это уже почва для всякого рода фанатизма и вот такой вот узости. Дело в том, что в определённых ситуациях именно невежественные люди становятся очень воинственными. И вот именно воинствующее невежество складывало и костры инквизиции, творило страшные суды и изломало жизни многих выдающихся учёных, писателей, мыслителей, художников, когда люди протестовали против нового, того необычного, что несли им деятелям науки и культуры. Таким образом, важно различать вот эти понятия незнания и невежества. Незнание, оно стремится к знаниям. Это как бы такое временное, приходящее наше состояние. Здесь вот хочется вспомнить круги, знаменитые круги Сократа. Чем шире круг, тем больше его окружность. Круг — это наше знание, вот эта розовая поверхность, а окружность, это вот эта линия, окантовка, это наше незнание. И за ней тоже огромная сфера незнания. Когда человек знает немного, вот эта маленькая окружность, его багаж небольшой, то вроде бы и незнание его невелико. То есть он остро, сильно сам этого и не чувствует. Когда же человек работает над собой, познаёт, знание его расширяется, но вместе с этим расширяется и окружность, незнание, то есть та граница, тот горизонт, который мы постоянно раздвигаем для себя. И человек умный лучше и глубже понимает, как мало он знает. Что, кстати, и рождает в нём осторожность оценок, критики и так далее. Но вместе с тем, всесторонне расширяя свои познания, мы знаем, что по закону природы количество перейдёт в качество. То есть знания преобразят наш внутренний мир, утончат наши чувства, облагородят качество характера, формы нашего поведения, гармонизируют отношения с другими людьми. То есть наша психическая, ментально-психическая природа станет более уравновешенной и целостной. И вопрос о пользе знания ставили уже в древности. И мудрые люди говорили о том, что да, польза эта может быть сразу так не видна, очевидно не видна, но несомненно проявляется уже в том, что знание освобождает, спасает нас от ошибок, от неразумности, от неверного пути. Ошибки ведут к неверным поступкам, а они приводят к страданиям. Значит, знание освобождает от ошибок и от страданий. И так же, как знание освобождает от неверного пути и от страданий, так же верно и обратно, что знание — это подлинный источник радости человека. И человек, кто не любит процесс познания, то есть не вкусил этой радости, к сожалению, лишает себя счастья, лишает источника чистой радости. Поэтому очень важно пробудить само вот это внутреннее собственное стремление к знанию. Без него у человека достойной жизни не будет. И так нам следует сформировать у ребёнка, у ученика, правильное отношение к своему незнанию, чтобы оно всё-таки было не знанием, а не невежеством. То есть, другими словами, сформировать постоянное сопротивление, преодоление незнания, а значит, постоянное стремление к самообразованию. Самообразование должно продолжаться всю жизнь. Собственно, это и есть главнейшая грань смысла нашей жизни — познание. А другая грань также очень важная — это, конечно, творчество. Вот познание и творчество. Уже эти два слова во многом определяют и наполняют смысл нашей жизни. Это как два крыла у птицы — познание и творчество. Одно без другого невозможно. Вот такое получилось небольшое у меня отступление философское. Но, мне думается, оно важно в контексте нашей темы. И, надеюсь, что вы меня поймёте, не сочтёте это излишне. На пути познания, особенно в современном мире, в открытом нам океане информации, любому человеку, особенно юному, начинающему свой путь, очень важно найти хорошие книги, глубокие, надёжные, которые действительно сформируют его мировоззрение, помогут самоопределению и ориентации в жизни и в бесконечном мире науки. Здесь вспоминаются слова из песни Владимира Высоцкого. Помните, да? «Если в жарком бою испытал, что почём, значит, нужные книги ты в детстве читал». Вот нужные книги, как их найти, как мы ориентируемся. Конечно, для детей руководителями в мире знаний являются прежде всего их родители и учителя. То есть рядом с ними всегда есть люди, которые могут что-то посоветовать и направить. Если нам посчастливится, то и в дальнейшей жизни мы можем встретить такого человека или таких людей, которые станут руководителями в познании хотя бы в какой-то период жизни. Замечательно, когда есть вот этот элемент личной симпатии, уважения. Тогда ребёнок будет относить такого человека к своей референтной группе, и его мнение всегда будет весьма значимо. И действительно, ребёнок будет слушать, когда ему что-то говорят. Но когда человек выходит за стены школы и вуза, то он оказывается во многом одиноким пловцом в океане знаний и информации. И ему необходимо уметь самому ориентироваться в нём. Куда же прежде всего обращается в случае своего незнания взрослый человек? Ну, сейчас у нас новая реальность, это интернет-пространство, да, и мы видим, что люди здесь активно объединяются в группы по интересам, создают всевозможные форумы, идёт живое общение в социальных сетях. И наше издательство также стремится развивать такие группы. У нас есть свои странички и в Фейсбуке, и ВКонтакте, куда мы вас приглашаем общаться, обмениваться мыслями, идеями, вашими подходами к решению самых разных образовательных задач. Но всё-таки одно дело чьи-то мнения, часто они порой разнородные, впечатления, а другое дело надёжное, авторитетное научное утверждение. И прекрасными путеводителями для нас являются, конечно, энциклопедии и справочники, куда мы, как правило, обращаемся прежде всего. На нашем сайте в каталоге вы можете увидеть соответствующие разделы энциклопедий, справочники, а также есть отдельный сервис энциклопедиум, где собрано огромное количество энциклопедий и справочников, там есть своя система поиска, вы всегда можете найти необходимое понятие и его толкование в разных энциклопедиях. Также мы с вами пользуемся списками литературы, которые находим в конце книг, уже по конкретным научным проблемам. Пользуемся библиотечными каталогами и алфавитными, и особенно тематическими. Но всё-таки одно дело каталог, где мы имеем с вами самую общую первичную информацию, выходные данные книги, а другое дело, когда мы можем познакомиться с уже готовой подборкой уже самих книг непосредственно. И вот на нашем сайте есть такой сервис, такой ресурс «Тематические коллекции». Вот о них мы поговорим более подробно сегодня. В случае, если вы знаете имя автора человека, с чьими трудами вы хотите познакомиться, я хочу обратить ваше внимание на наш сервис «Авторы». Нажав в описании книги на имя автора, вы можете выйти на этот сервис. Прежде всего, вы увидите алфавит. Выбрав нужную букву, вы попадаете в такой большой длинный перечень имён, фамилий. Чтобы не заплутать в этом огромном перечне, где сотни и сотни фамилий, мы проделали такую работу и выбрали такой достаточно ёмкий круг авторов, которых действительно можно отнести к классикам. И выделили вот в этом списке, выделили жирным шрифтом их фамилии, с тем, чтобы можно было достаточно быстро сориентироваться, особенно ученику, юному читателю, и найти известное имя. Когда вы нажмёте на фамилию, особенно выделенную жирным, вы попадёте на страничку, посвящённую именно этому автору. На этой странице будет представлен портрет. Это будет или фотография, или живописный портрет. Будет дана справка об этой личности. Кратко представлен жизненный, творческий путь. То есть это информация из энциклопедии. А ниже будут представлены книги автора, которые размещены у нас на портале. То есть уже из этого сервиса автора вы можете обратиться непосредственно к книгам вот этого учёного. Оглядываясь на прошлые века, мы ценим труды тех людей, кто особенно сильно повлиял на становление и даже зарождение, и ход развития той или иной науки, чьи труды стали действительно классическими, образцовыми, настолько глубокими, объёмными, синтетическими, что из их трудов черпают и черпают многие поколения, не только знания, но даже сами способы размышлений, исследовательские подходы, способы решений. И поэтому чтение таких трудов даёт мощный творческий импульс к развитию собственного мышления. Да, такие труды читать достаточно сложно. Нужно преодоление определённой инерции мышления, сознания, прикладывать усилия, но действительно чтение таких трудов развивает собственное мышление и творческие способности. Классики науки – это те труды, которые прошли проверку временем, опытом и новейшими научными достижениями, тем самым доказав свою значимость для науки и культуры в целом. Как представлена классика науки у нас на сайте? Ну, прежде всего, конечно, вы видите наш каталог. В нём выделены блоки, такие мега-разделы и более дробные разделы. Разделы, большинство их, являются названиями тех или иных научных дисциплин. Классические труды представлены в соответствующих им разделах. Вот об этом я уже говорила. То есть, если вы зайдёте в математику, вы увидите там не только учебники, пособия, лабораторные работы и так далее, но увидите и вот этот массив сразу дополнительной литературы. Но разделы достаточно обширны, и количество книг всё будет нарастать. Опять же, встаёт вопрос, ещё более удобной ориентации на сайте. И смотря на то, что сайт – это достаточно стабильная, устойчивая система, чтобы быть интересным пользователем, он должен содержать в себе такие структуры, которые были бы аналогичны группам по интересам, социальным сетям. Поэтому на сайте мы создали целый раздел «Тематические коллекции». «Тематические коллекции» – это уже подготовленные специалистами, а также редакторами нашего издательства, систематизированные тематические подборки по самым разным дисциплинам и интереснейшим, естественно, научным и гуманитарным проблемам. Как вы можете выйти в этот сервис? Ну, прежде всего, как только вы заходите на главную страничку нашего сайта, вы можете увидеть такую вот иконку в виде книги голубого цвета, которая называется «Тематические коллекции». Нажав на неё, вы сразу попадаете в этот сервис. Также есть выход и из общего каталога. Последний пункт будет «Тематические коллекции». Нажав, вы тоже попадаете в этот сервис. Вот перед вами каталог уже, собственно, «Тематических коллекций». Перечень и состав этих коллекций постоянно обновляется, пополняется, причём появляются не только новые коллекции, а внутри коллекции идёт пополнение, потому что это зависит от той литературы, которую мы постоянно получаем от издательств, либо это пополняется старый фонд. Все коллекции объединены в макроразделы, в блоки. Сейчас у нас их шесть представлено. Это естественные науки, история, литература, мировая художественная культура, мировые религии и общество знания. Общество знания мы понимаем максимально широко, так же, как этот предмет понимается в школе. То есть здесь и, вы знаете, в рамках этого предмета в школе изучается и философия, и правоведение, и, собственно, социология. То есть коллекции по всем этим дисциплинам будут лежать, размещаться именно в общество знания. Сейчас на сайте представлено более 60 тематических коллекций, а значит, в них систематизировано более 2000 книг. Это очень большой массив, и здесь можно достаточно удобно и быстро сориентироваться по нужной теме. Составители тематических коллекций, это, как я уже сказала, редакторы нашего издательства, а также приглашенные специалисты. Мы обращались в институты, в университеты, я имею в виду исследовательские институты, заключали договора со специалистами той или иной области, которые помогали нам составлять списки таких коллекций. А дальше уже мы с этими списками работали. Также на сайте библиошколы представлены наши совместные проекты с издательским домом «Комсомольская правда». И нами собраны лучшие коллекции советского периода. Ну, несколько слов о каждой из этих коллекций. Ну, прежде всего, вот несколько слов о коллекциях советского периода. Дело в том, что они отнюдь не утеряли своей значимости, познавательного и научного интереса для нас. Вообще, наше убеждение, что в будущее мы должны взять всё лучшее, что было сделано прошлыми поколениями. Чем замечательные советские коллекции? Ну, прежде всего, именно в советское время были переведены и изданы сотни классических научных трудов. И очень часто современные издательства занимаются просто переизданием того, что было сделано в советский период. Книги этих коллекций писали талантливейшие учёные и популяризаторы науки, простым, доступным языком и при этом очень увлекательным. Конечно, по своему содержанию эти книги несколько уступают уровню современного знания. Однако, чем более юн возраст наших читателей, тем менее значимо это различие. Главное, на что хочется обратить ваше внимание, это то, как ярко, выразительно, убедительно, увлекательно написаны эти книги. Особый разговор иллюстрации в этих книгах. Внешне они могут быть, ну, вроде как бы беднее, чем, конечно, возможности современной полиграфии. Но, опять же, это иллюстрации очень часто остроумные, меткие, часто с юмором, и до сих пор являются украшением этих книг и этих коллекций. Сейчас в нашем издательстве ведётся большая работа, и скоро вы сможете увидеть плоды её. Мы будем дублировать иллюстрации из лучших книг, представленных на нашем сайте, так, чтобы пользователь уже на странице описания книги, ещё даже не открывая саму книгу, мог посмотреть все иллюстрации из неё, а также схемы и таблицы. Мы это делаем, потому что понимаем и ценим высокое качество этих иллюстраций и считаем, что они достойны вот такой отдельной самостоятельной презентации. Итак, обратимся к золотому фонду естественной научной классики, которая представлена на нашем сайте. Прежде всего, хочется представить вам коллекции классики науки. Эти две коллекции объединяют труды выдающихся учёных, математиков, физиков, астрономов, биологов, химиков. Эти книги были изданы в рамках двух книжных серий – «Классики естествознания» и «Классики науки». «Классики науки» издавалось с 1945 года. Именно в рамках этих серий впервые в нашей стране изданы многие классические работы известных учёных. Инициатором создания серии «Классики науки» был президент Академии наук СССР академик Сергей Иванович Вавилов. Готовили эти издания ведущие специалисты СССР в соответствующих областях знаний. И здесь вы можете познакомиться с фундаментальными трудами отечественных и зарубежных учёных с древних времён до середины XX века. То есть здесь представлены труды Архимеда, Аристотеля, Лукреция, Галилея, Гюйгенса, Декарта, Гарвея, Гумбольта, Ампера, Лобачевского, Ковалевского, Циолковского, Чеплыгина, Эйлера, Менделеева, Менделея, Мечникова, Павлова, Сеченова, Тимирязева и так далее. Знакомство с трудами этих великих учёных раскроет перед читателями масштабную панораму историю мировой науки. Коллекция «Математика в лекциях и задачах». Её составили книги по математике, написанные ведущими советскими учёными и педагогами. Они издавались с 50-х годов XX века и выходили в нескольких книжных сериях, которые мы объединили вот в этой одной коллекции. Это такие книжные серии, как «Популярные лекции по математике», «Библиотека математического кружка», «Математическая школа лекций и задачи», «Библиотечка физико-математической школы», то есть вот несколько серий. По книгам этих известных серий училось не одно поколение советских математиков. Доступность изложения, увлекательность, логичность рассуждений, обширный круг задач и примеров из разных областей применения математических законов. Всё это делает литературу интересной и актуальной в наше время. Конечно, такие коллекции прежде всего предназначаются для школьников старших классов и для тех, кто поступает дальше в высшеучебные заведения. Но, конечно, здесь многое зависит и от учителя, поскольку учитель сам может выбрать какие-то главы, какие-то странички и уже с более юного возраста вводить ребёнка в мир большой науки. Здесь же в этом большом разделе естественной науки есть ещё очень интересные для школы коллекции, куда вошли книги по различным естественным наукам, объединённые особенностью формы изложения. Они написаны исключительно занимательно и увлекательно. Авторы этих книг – выдающиеся популяризаторы науки и педагоги. Мы с вами знаем, что симпатии, даже и любовь к наукам у школьников, да и у студентов часто ощутимо зависит от стиля преподавания и личности учителя. Книги наших коллекций как раз и направлены на пробуждение самого яркого, неистащимого интереса к научным исследованиям, к научным поискам. Содержание книг является превосходным развивающим материалом, тренировкой познавательного навыка, основой для самостоятельной творческой работы. Это такие коллекции, как «Занимательные науки», «Популярно о науке», «Головоломки для детей и взрослых», «Самообразование на досуге», «Создаём и конструируем сами». Несколько слов у каждой из этих коллекций. Для книг первой коллекции «Занимательные науки» ключевым является слово «Занимательные». Сюда входят книги по самым разным наукам и биологии, и зоологии, и географии, и физико-химии. Но в названии книги обязательно присутствует это слово «Занимательные». Интересные факты, опыты, эксперименты для возможного повторения как в школьных, так и в домашних условиях. Всё это, конечно, вызывает неизменный интерес у школьной аудитории. Коллекция «Популярно о науке». Её составили лучшие научно-популярные книги советского времени, изданные в рамках таких серий, как «Научно-популярная библиотека» и «Научно-просветительская библиотека». Тематика книжных серий представлена самая широкая, охватывает разные отрасли, науки и техники, но всё это удобно систематизировано внутри коллекции. Вот перед вами – это лишь один из разделов этой коллекции «Мир физики». То есть книги распределены по научным дисциплинам. В этих книгах делается акцент на практическом значении «Открытие и достижении учёных», что максимально сближает научную теорию с применением в профессиональной деятельности и в быту. Серии выпускались государственным издательством технико-теоретической литературы, знаменитый гостехиздат, и военным издательством Министерства СССР. Рассчитаны они на самый широкий круг читателей, написанный простым доступным языком, содержат множество примеров и иллюстраций. Как раз вот поскольку были написаны действительно талантливыми людьми, ведущими специалистами в своих областях, то они и до сих пор очень интересно читаются и представляют, несомненно, интерес для самообразования и в наше время. Приведём пример. В этой коллекции вы можете найти несколько книг Александра Исааковича Китайгородского. Это советский физик, кристаллограф, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат премии Менделеева, Фёдорова. То есть это учёный, большой учёный. Он стал создателем нового направления в науке, структурной кристаллографии. Он написал основополагающие книги в области рентгеноструктурного метода, которые переведены на многие языки мира. И при этом он был талантливым популяризатором науки. Говорят, что его выступления перед широкой аудиторией часто проходили в переполненных залах и заканчивались бурными дискуссиями. Написанные им научно-популярные книги быстро исчезали с книжных прилавков. Среди учеников Китайгородского два академика, более десяти докторов, сорок кандидатов наук. То есть цифры говорят сами за себя. И вот в нашей библиотеке представлены три книги этого автора, которые входят в коллекции, прежде всего в коллекцию популярно о науке. Следующая коллекция – «Головоломки для детей и взрослых». Эту коллекцию составили книги с головоломками, ребусами, занимательными задачами по математике и геометрии. Они разовьют сообразительность и смекалку, познакомят со скрытыми свойствами чисел и фигур, научат интересным математическим закономерностям. В этих книгах даются объяснения, иллюстрации, даются направления для собственного творчества. В этой коллекции вы сможете найти как современные книги, так и дореволюционные головоломки. Например, это известные три тома книги «В царстве смекалки» Емельяна Игнатьевича Игнатьева. Это русский математик, педагог. И вот еще в начале XX века были изданы замечательные его три тома «В царстве смекалки». И, кстати, многие задачи, занимательные в современных книгах, это просто переработка задач Емельяна Игнатьевича. Также в этой коллекции вы найдете отдельный раздел «Математические олимпиады». Самостоятельный раздел составили занимательные задачи известного математика и популяризатора науки Якова Сидоровича Перельмана. Вы знаете, это математик, физик, педагог, является вообще основоположником самого жанра занимательной науки. «Головоломки» будут интересны и взрослым, как прекрасный тренажер для ума в любом возрасте. Коллекция «Самообразование на досуге» ее составила книжная серия «Эврика». Она включает в себя и научно-популярные, и научно-публицистические книги, и альманахи, и ежегодники. Все эти книги, вся эта серия выпускалась издательством «Молодая гвардия» во второй половине XX века. Сложно себе представить, но тиражи книг этой серии были огромные – 32 миллиона экземпляров. В наше время это просто кажется невероятной цифрой. Здесь также в доступной и занимательной форме читатели знакомятся с важнейшими достижениями науки и техники, прекрасно формируются междисциплинарные связи и целостный взгляд на окружающий мир. Особое место занимает коллекция «Создаем и конструируем сами». Сюда также вошли книги нескольких советских серий для школьников. Это «Библиотека юного конструктора, библиотечка пионера «Знай и умей» в помощь самодеятельности пионеров и школьников». То есть это книги этой коллекции, это не скучная теория, а рукодельная мастерская, собственное творчество, фантазия и смекалка. Понятное изложение, самое главное – обилие схем, рисунков помогут читающему стать настоящим исследователем, конструктором, создателем собственных нестандартных проектов. В нашем… вот все коллекции, о которых мы с вами говорили, они входят в блок «Естественные науки». Также в нашем каталоге присутствуют блоки, собственно, гуманитарные – история, литература и так далее. Вот обратимся к блоку «История». В этом блоке сейчас размещены 14 тематических коллекций. Ну вот некоторые из них представлены перед вами. Действительно классики исторического знания. Николай Михайлович Крамзин – выдающийся русский историк, писатель, поэт. И в коллекции вы увидите практически полное собрание сочинений этих выдающихся ученых. То есть не только главный, основополагающий его труд, «История государства российского», но и его проза, и публицистика, и поэзия, и отдельный раздел, скажем, критика, то есть книги о его жизни и творчестве, о нём. Как вы знаете, в Крамзине рано проявился глубокий интерес к русской истории, который отражён и в его публицистике, и в художественных работах. Он получил звание историографа, и с этого момента, по выражению Вяземского, постригся в историки. Действительно не бросал пера историка до своего последнего дыхания. Главный его труд – это «История государства российского», впервые издана в начале ещё XIX века в XII томах. Несмотря на то, что до него уже существовали труды Татищева, Щербатова, именно его история стала тем обобщающим научным сочинением, которое открыло историю России для широкой образованной публики. По словам Пушкина, все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестным. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумба. А русский историк Сергей Михайлович Соловьёв так вспоминал. «Попала мне в руки и историк Карамзина. До 13 лет, то есть до поступления моего в гимназию, я прочёл её не менее 12 раз». Вот такой импульс творческий, импульс вдохновения получил Соловьёв ещё в детстве и в будущем сам стал выдающимся историком. Вы знаете, что в прошлом году, в 2016 году, российское общество торжественно отмечало знаменательные даты 250 лет со дня рождения и 190 лет со дня ухода великого русского историка Карамзина. Следующая коллекция содержит собрание сочинений Николая Ивановича Костомарова, также выдающегося русского историка, писателя. В состав коллекции входит полное собрание его исторических монографий и исследований в 21 том, 18 книгах. Это дореволюционное издание. Но здесь же, в этой коллекции, представлены и его труды в современной орфографии. В творчестве Костомарова превосходно соединились историк-мыслитель и мастер художественного слова, что обеспечило ему не только одно из первых мест в ряду русских историков, но и наибольшую популярность среди читающей публики. Его работы отличают именно такие вот яркие краски, выразительные образы, меткие характеристики, так что его книги, знания, подчеркнутые из этих книг, надолго остаются в памяти читателя. Следующая коллекция содержит собрание сочинений Сергея Михайловича Соловьёва, профессора и ректора МГУ. Его главный труд – «История России с древнейших времён». Этому труду он посвятил 30 лет неустанной работы. И эта книга действительно стала эпохой в развитии русской историографии. Его «История России» базируется главным образом на архивном материале, почему и до сих пор по многим вопросам обращаются к этому труду даже как к первоисточнику. Следующая коллекция содержит собрание сочинений Василия Осиповича Ключевского, также нашего крупнейшего историка, профессора МГУ, председателя императорского общества истории и древности российских при МГУ. Самая знаменитая его книга – это, конечно, «Курс русской истории», где художественный талант Ключевского выразился в целом ряде блестящих характеристик исторических деятелей и выразительной обрисовки исторических событий. Также среди коллекций вы найдёте и собрание сочинений, уже ставших классическими трудами, известного российского историка, профессора Андрея Николаевича Сахара, ныне здравствующего. Коллекция охватывает его труды с 60-х годов до настоящего времени. Наше издательство обладает авторскими правами на многие его книги, которые вошли в эту коллекцию. Здесь отражены ключевые проблемы становления и эволюции российской цивилизации с древнейших времён до начала XXI века. Здесь же в этом блоке «История России» представлены ещё интересные коллекции. Это, прежде всего, «История России» в классических фолиантах. Это собрание фундаментальных многотонных трудов по истории России. В коллекции представлены как классические обзорные работы по всей русской истории с древнейших времён, так и монографии, посвящённые отдельным сложным и драматическим её страницам. Среди авторов книг – основоположники русско-исторической мысли – Иловайский, Ломоносов, Милюков, Погодин, Покровский, Пресняков и многие другие. Ещё одна интересная коллекция – это «Древности Российского государства». Это великолепно иллюстрированное, раритетное, многотомное издание. Оно было составлено и опубликовано по повелению императора Николая I в середине XIX века. «Древности Российского государства» включают шесть отдельных томов текста и ещё несколько томов иллюстраций. Всего 508 хромолитографированных таблиц с изображением предметов древнерусского искусства. Вообще удивительно, что книга была издана больше шеста лет назад, уже почти 200 лет. И раньше мы не имели такой возможности показать нашим детям, школьникам вот эти замечательные рисунки, великолепное качество. Обратитесь, пожалуйста, к этим книгам, действительно получите не только познавательное, но и эстетическое удовольствие от этих прекрасных иллюстраций. Рисунки выполнены художником и археологом, академиком исторической и портретной живописи Фёдором Григорьевичем Солнцевым. В его акварелях с ювелирной точностью изображены символы государственной власти, оружие, великокняжеские, боярские, царские костюмы, памятники зодчества. То есть каждый альбом посвящён определённому сфере – архитектура, костюмы и так далее, знамёна. Конечно, это всё будет очень интересно и для школьников, и для взрослых. Также в нашем каталоге есть блок «Мировая художественная культура». Также познакомимся с несколькими тематическими коллекциями, которые входят в этот блок. Прежде всего, это коллекция «История мировой культуры». Коллекция содержит труды видных историков культуры и искусства – Вейса, Вёрмана, Гельвальда, Гнедича, Любке, Эйслера и многих других. Книги коллекции дают полноценное представление о мировой культуре, её эволюции от древности до XIX века. Здесь подробно исследуется культурная жизнь народов Африки, Азии, Европы, Византии, России, Арабского Востока и, конечно, Европы разных периодов, да, и средних веков, возрождения и нового времени. Большое внимание уделяется бытовому укладу, архитектуре, интерьеру, костюму, вооружению, мебелю и другой домашней отвори. В книгах содержатся богатые многочисленные иллюстрации. Ещё одна коллекция – это золотая коллекция книг о культуре русского народа. Сюда вошли лучшие классические труды, широко освещающие наследие русской народной культуры. Таких исследователей, как Афанасьев, Даль, Забелин, Забылин, Костомаров, Терещенко и многие другие. Книги в живой и занимательной форме рассказывают о праздниках, поверьях, приметах русского народа, о нравах, обычаях, обрядах на Руси, особенностях строительства и убранства дома, описывают домашний быт русских царей и цариц, дают представление о народных сказаниях и мифах, церковно-народном месяцеслове. Здесь же в этом блоге представлено будет несколько коллекций. Как бы такая микро-небольшая будет у нас своя серия, которая называется «Музыкальная шкатулка». Это уникальная серия, куда входят нотные издания. Я представила обложку коллекции «Скрипка». Сейчас на нашем сайте выложена еще одна коллекция фортепиано, будет еще выложена флейта. Это именно нотные издания. Коллекции объединяют высокохудожественные образцы творчества западных и русских композиторов XVII-XX веков, заслуженно считающиеся золотым фондом педагогического репертуара музыкальной школы по классу «Скрипки», «Фортепиано» и будет у нас флейта. В книгах собраны музыкальные произведения разных стилей и эпох – барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, музыка XX века. На страницах изданий педагог и учащийся найдут пьесы различной степени трудностей от простых для начинающих до крупных инструментальных циклов. Как известно, от первых встреч с музыкой, от качества первых полученных в детстве музыкальных впечатлений зависит не только весь процесс музыкального и эстетического развития ребёнка, но часто и его дальнейшая профессиональная судьба. Поэтому так важно обеспечить знакомство учащихся уже на первых занятиях с шедеврами мировой музыкальной классики. Эти произведения воспитывают в ребёнке тонкий художественный вкус, способность разбираться в разнообразных музыкальных явлениях. Если вы когда-то интересовались нотными изданиями в обычных книжных магазинах, печатных, вы обращали внимание, как дорого они стоят. В нашей же библиотеке вы можете найти огромное количество таких музыкальных произведений. Эти ноты вам доступны, вы их можете посмотреть, выбрать то, что вам понравится, распечатать и спокойно заниматься. То есть это вот для таких уже, как сказать, специализированных школ, либо если вы с ребёнком глубоко изучаете, в данном случае, какой-то музыкальный инструмент. Следующий раздел, мега-раздел – это мировые религии. Здесь представлено также несколько тематических коллекций. Прежде всего коллекция, по хронологии, по характеризую буддизм. Буддизм – классические исследования. Как вы знаете, буддизм – это одно из первых философских учений, самая древняя мировая религия. И на страницах книг вы сможете познакомиться и с деяниями самого Будды, основателя этого учения, с деятельностью буддийских проповедников, философов, образы буддийских божеств и мифологии, развития буддизма в различных странах мира. В этой коллекции представлены труды выдающихся отечественных и зарубежных буддологов Васильева, Минаева, Альденбурга, Пишеля, Щербацкого и многих других исследователей. Пятикнижие Моисеева – это иудаизм, Библия, и толковая Библия, Ислам. Структура этих коллекций примерно одинакова. То есть даётся текст самого священного писания, каноническое собрание текстов. Дальше идут комментарии, толкования на этот текст разных авторов. И следующий большой раздел – это исследования выдающихся богословов и учёных, кто занимался именно таким же научным исследованием этих священных текстов. Примерно такая структура выдержана во всех этих коллекциях. Несколько слов о толковой Библии. Первым полным и на сегодняшний день самым объёмным русским толкованием всех книг Библии является толковая Библия или комментарий на все книги священного писания Ветхого и Нового Завета. В начале XX века подобное издание уже стало насущной потребностью как для духовенства, так и для всего общества. И работа над этим авторитетным историко-богословским трудом началась под редакцией профессора богословия Александра Павловича Лопухина. Он сам лично подготовил комментарий к пяти книжам Моисея, а дальше работу продолжили выдающиеся русские библеисты, профессора Киевской, Московской, Санкт-Петербургской, Казанской духовных академий. Это самое масштабное в истории отечественной библеистики, 12-томное издание, выходило в начале XX века, и здесь у нас воспроизводится в современной орфографии. Ислам из прошлого в будущее. Здесь представлены текст Корана в различных переводах на русский язык и комментариях. Наиболее авторитетные из них – это переводы комментариев выдающегося ученого-востоковеда к академика Крачковского и Пороховой. Также отдельные разделы посвящены коронаведению, исламской философии, мистицизму, истории ислама, его развитию в современном мире и его отражению в дореволюционных отечественных изданиях. Вот, например, одна из страничек. Если мы с вами зайдем внутрь коллекции, например, буддизма, то вы увидите книги этой коллекции. Но вот я особенно хотела обратить ваше внимание на вот эти кнопочки. «Порекомендовать в коллекцию книгу» и «Отзыв, рецензию». Мы все-таки будем действительно рады вашей обратной реакции, вашей помощи, вашему участию в работе нашего сайта. Если вы считаете, что в коллекцию не вошла какая-то замечательная книга, то вы можете нам порекомендовать ее, с этими письмами внимательно знакомиться, и дальше мы уже будем проделывать свою работу. Если это некая раритетная книга, мы будем искать ее в архивах, сканировать, оцифровывать и представим вашему вниманию. Если это современная книга, значит, будем решать проблему авторских прав. То есть все это живое, все эти кнопочки, все это работает. Мы будем с радостью всегда ждем ваших рекомендаций, уж тем более отзывов и рецензий на ту или иную книгу. Эти кнопки присутствуют во всех коллекциях, поэтому если вы являетесь специалистом в какой-то научной дисциплине, в научной области, мы с радостью выслушаем ваши рекомендации, познакомимся с ними и примем для себя к действию. Также хотелось бы показать вам, познакомить вас с несколькими нашими проектами, которые мы осуществляли вместе с издательским домом «Комсомольская правда». В библиошколе есть такой раздел «Великий и знаменитый», и вот здесь представлены две коллекции, которые мы осуществили с «Комсомольской правдой». Это коллекция «Великие архитекторы». В эту коллекцию входит почти 40 альбомов, все они очень богато иллюстрированы, в каждом альбоме более 50 иллюстраций. Здесь представлена биография, архитекторы или, например, коллекция «Великие художники», биография художника. Рассказывается история создания бессмертных шедевров, даются исследования их стилистических особенностей и техники исполнения. Здесь вы имеете возможность познакомиться с творчеством Айвазовского, Воснецова, Крамского, Лилитана, Сурикова, Рериха, Боттичелли, Гегла, Леонардо да Винчи, Рафаэля. То есть это и рассказ, и целый богатый иллюстративный материал. Также вы можете в самом каталоге найти эти коллекции. А в тематических коллекциях, как отдельная коллекция, выделена коллекция «Великие музеи мира». Здесь представлено также 34 альбома, и можно познакомиться с собранием сокровищ различных музеев. Также книги эти богато иллюстрированы. Ну вот, наверное, основные идеи, основные наши ресурсы, с которыми мне хотелось вас познакомить на нашей сегодняшней встрече. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их написать. Большое спасибо вам за внимание. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами, в том числе и на страницах нашего сайта. И вам большое спасибо за внимание. Ну так, вроде вопросов нет. Ну, мы будем ждать ваших отзывов, ваших рекомендаций. Может быть, вы присоединитесь в наши группы, в Фейсбуке, ВКонтакте. Большое спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok